Геннадий Гудков, полковник запаса, бывший сотрудник КГБ ФСБ. Моральный авторитет власти ниже нуля, ниже плинтуса. Слово чиновник стало ругательным, слово полицейский превратилось в слово полицай. Слово оккупанты встречается на каждом шагу. Оккупанты. А что, не оккупанты разве? Кто воинит в народе? Оккупанты, власть. Представляете себя скопище в варьях, гласношного жилья, коррупционеров. Они сейчас готовы сажать, но слава богу, что еще не стреляют. Готовы сажать всех. Россия вступила в новый исторический этап. Эпоха формирования полицейской диктатуры имени Путина. Угнетенный народ имеет право, есть такая международная норма. Международный право народ имеет право, угнетенный на революцию. Россия вступила в новый исторический этап. Вот она вступила в абсолютно новый, негативный. Исторический этап, не знаю, последняя это фаза власти, или предпоследняя. Но это эпоха формирования полицейской диктатуры имени Путина. Совершенно очевидно. То есть это вывод России за пределы правового поля. За пределы конституции. Полностью за пределы международного права. Но практически полностью. И если мы не понимаем, что происходит с Россией, что это не отдельные перегибы на местах, что это не какие-то изъяны, какие-то ошибки. А это осознанная, новая политическая доктрина, которая проводится и по личному указанию Путина, и с его ведома, и при полной его поддержке. И вот, а с другой стороны мы видим, что ну да, там какие-то же выступления были. Но у нас же тоже выступления. Ребята, у вас полиция применяет меры, когда уже горят машины, когда уже идет нападение на полицейских, когда уже летят камни, когда там еще что-то ломают, там лавки крушат. У нас крушат и избивают мирные протесты. У нас сажают за репосты, у нас сажают за лайки, у нас сажают за касание там формы, у нас касают за неправильный, в оброшенный взгляд, за абсолютно безобидные твиты. Это полностью подготовка к таким массовым репрессиям. Они уже начались. За одиночный пикет в Ростове шесть с половиной лет строгого резюма. Обращайте внимание. Первый случай. Ну колонии давали там четыре года, три года, двушечку давали там, пусть и рай. И видят, что нарастают репрессии. Это идет по всей стране, запугивая население, попытка формировать полицейскую диктатуру. Полное, так сказать, поражение прав человека в России. Абсолютно. То есть нет никаких прав больше. И мы вот говорим сейчас там на Западе, да, что они на Западе считают, что ну нет, вот как вот сейчас какие-то там временные отклонения, нет, мы вернем Россию в лоно церкви, в лоно демократии, в лоно демократического, цивилизованного диалога. Это не черта, ребята, вы не вернете. Невозможно считать Россию цивилизованным партнером, если человека, который стоит мирно с плакатом, сшибает с ног, ломает ногу и сдаёт ему после этого четыре с половиной года тюрьмы. Это вы считаете цивилизованной страной, которая соблюдается европейские ценности, мировые ценности. Вы что, сбредили? Я думаю, что вот непонимание Макрона, недопонимание во многих других странах, что происходит с Россией, приводит к тому, к переоценке своих способностей, возможностей. Ну да, вот никто не знал, как там разговаривать с Путиным, а вот Макрон решил на 21-м году его правления научиться говорить с Путиным. Ну молодец, французский президент, да, ну пусть попробует, да, ну хорошо. Знаете, как у нас, вот много же политиков прошло, пусть, которые считают, что, ну нет, ну вот там, кто-то там неправильно себя повел, а мы вот сейчас договорились, мы же власть там будем помогать, там вот Володя Рыжков, например, всегда стоял на таких позициях, спокойной, конструктивной позиции, там многие другие. Мы стояли, будучи там депутатами Госдома, ну как, власть нужно помочь, решать ошибки, объяснить им. В конце концов, да ничего мне надо объяснять, они все сами узнают. У них есть своя доктрина, вечное управление страной, сверхбыстрого коррупционного обогащения, подавление любого, так сказать, сопротивления, вот они это продвигают. Им плевать там все остальные. Они сейчас готовы сажать, ну слава богу, что еще не стреляют, готовы сажать всех. За любые покушения, даже за намерение покуситься, так сказать, на власть, на ее критику и так далее. Я не удивляюсь на западных лидерах, у них ведь есть разведки, контрразведки, у них есть свои НИДы, дипломатические и прочие каналы, аналитические институты. Ребят, ну вы смотрите, что происходит со страной. Ведь каждый год президента Путина хуже предыдущего. Жестче, труднее, сложнее, опаснее. А вы хотите, как прежде, вести какую-то делу. Партнер Владимир Путин. Ну отлично. Партнер, да, член семерки, член двадцатки. Только, как бы, что не вышло потом опять в какую-нибудь страну. У нас сейчас пограничное состояние. Я каждый день думаю на эту тему. У меня нет четкого ответа. Потому что пока еще пограничное состояние. Вот я когда-то давно разговаривал с одним известным церковьборцем. Давно-давно. И я сказал, что вы не сумеете построить такую диктатуру, как Сталин. Потому что Сталин эксплуатировал три вещи, которых у вас нет. Он эксплуатировал великую идею социальной справедливости. Там неважно, как она называлась. Коммунизм, социализм. Это была идея, которая владела десятками миллионов умов. Второй фактор, который он использовал, эксплуатировал. Это партия, которая была выкурана в различных, так сказать, батальях войны. Довольно жесткой, жестокой. Она все равно была дееспособной и боеспособной. И третья, это абсолютно неподкутный репрессивный аппарат, на который он опирался, проводя свой геноцид против советского народа. Что у вас есть? Я задал вопрос. Я говорю, вам рано или поздно придется стрелять народ. Он тогда возмутился, сказал, ты что, с ума сошел, что ты нас так думаешь? Мы никогда в народ стрелять не будем. Но прошло с этого разговора, наверное, лет 10 уже, может даже чуть больше. И я думаю, что сейчас власть стоит перед дилеммой стрелять, или стрелять народ. Мне кажется, сейчас она проводит линию на тотальные запугивания, в том числе потому, что она пока еще не готова дать команду Пли. Давайте вспомним нашу историю, 1905 год, революции. Кто дал команду Пли? Царь. Чем команда кончилась для России? Революцией отец моего царя. И в России ситуация пограничная. И вот я считаю, что власть не смогла пока на сегодняшний день решить главную задачу запугать народ. Все-таки, видимо, наш народ вот этими репрессиями, даже вот уже расширенными репрессиями, они уже не точечные. Наверное, запугать полностью нельзя. Посмотрите, там, несмотря, допустим, они запугали политический протест, идет мусорный протест против мусорных свалок. Они запугали экологический протест, идет протест против точечной застройки. Они запугали там протест против какой-то застройки, идет протест против строительских каких-то безумных трасс, против каких-то поддавников. Все равно идет расследование коррупционное. И так далее. То есть им пока не удается посеять вот эту атмосферу животного страха, который помогал Сталину уничтожать миллионы граждан российских. Советских тогда еще. Вот. И поэтому сейчас такое пограничное состояние между прошлым и будущим, куда повернет Россия, у нее еще пока есть люфт. Но в целом доктрина власти осознанная на строительство жесткого, уже не авторитарного, а диктаторского государства, с полицейскими функциями, с подавлением всех и вся. Но пока они не могут их до конца решить. И вот что будет? Есть ли шанс еще в России? Я тоже думаю очень часто, каждый день об этом. Есть ли шанс в России? И я пока не могу дать ответа. С одной стороны, казалось бы, точка невозврата пройдена вот летом этого года, когда мирные протесты были жесточайшим образом, циничнейшим образом. Нарушение всех норм, правил, законы международных, конвенции и так далее, разогнаны, и дикие судебные процессы в России идут до сих пор. Сажают свидетелей Еглов, сажают блогеров, сажают участников таких... Кто-то там про эту криворучку этого псевдосудью, этого Халуйского написал, ему там по 3-4 года грозит, и так далее. Они пытаются сажать там и запугивать всех. Не получается. Все равно люди говорят, думают, делают, и спектакли ставят, и будут продолжать делать. Видимо, без стрельбы у них ничего не получится. А стрелять это, ну, это может и в другую сторону развернуться, так сказать, стволом. Пуля дура, да, она в любую сторону может полететь из любого ствола. И второй ответ, который вот мы обсуждаем, я там со многими обсуждаю, людьми в оппозиции, не в оппозиции, а пришло ли время радикального протеста. Будет ли это радикальный протест формированный? И мы пока не можем дать ответ на этот вопрос. И вот сейчас такое пограничное состояние, куда пойдет Россия, либо действительно в депутатуре, там только радикальные методы борьбы, никаких больше политических мер борьбы невозможно. Там, по сути дела, будет курс на революцию. Угнетенный народ имеет право, есть такая международная норма. Международный право народ имеет право, угнетенный на революцию. Об этом говорится в международном документе, который, по-моему, Россия расифицирована. Ну, революция может быть и вооруженной, она может быть мирной, она может быть жесткой, она может быть не жесткой. Различные формы революции. Но революция всегда сверженим власть. Да, она может пройти мирно, как, допустим, в той же Грузии. Но пришли, закидали розами, выгнали из парламента, никого не тронули, никого не посадили, никого не расстреляли, но власть поменялась. Поэтому разные революции бывают. Здесь не нужно всегда думать о том, что революция всегда кровь, всегда гражданская война, всегда многочисленные жертвы. Не всегда. Вот показывают опыт многих стран, что революции, очень многие революции заканчиваются абсолютно мирно, но они двигают страну вперед. Но даже возьмем февральскую революцию в России. Она же бескловная была. Абсолютно мирная. Власть сменилась мирным путем, никого не убили, не расстреляли, не начали каких-то боевых действий. Страна не раскололась в тот момент, потому что монархи всех достало уже настолько, что у нее не было союзников. Некому было ее защищать, никто не хотел. Поэтому здесь вот мы сейчас находимся в пограничном состоянии. Но я хочу, чтобы и наши радиослушатели, телезрители, и кто нас слышит, видит, читает, и западные дипломаты, они ведь сидят в России, они должны это видеть и понимать, доложили своим правительствам о негативных изменениях в политической и общественной ситуации в России. Они обязаны это сделать. Они обязаны проинформировать свои правительства. Разведки, чем занимаются сейчас, сбором тоже политической информации на другом уровне. Пусть они тоже поработают, в конце концов. У нас, слава Богу, сейчас есть, кого гербовать для получения политической информации. Вся элита хранит свои деньги, семьи за рубежом, она крайне уязвима. Бери любого за жабры и, пожалуйста, получай первоисточник важной политической информации. Хотя бы так. Поэтому, вот эта вот серьезная ситуация, в которой сейчас оказалась страна, и я не знаю, готов ли Путин сейчас дать команду стрелять в народ. Пока, видимо, нет. Пока не избегает крови. Пока вот нет такого, чтобы кого-то, вот не дай Бог, там какой-то, они же разрушают полицию. Вы знаете, что они полицию разрушают перед любыми вот этими митингами, даже не важно, там, санкционируют, 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 санкционируют. Конечно, какой-нибудь урод, идиот, начинал стрелять по толпе, в запале в каком-нибудь наркотическом, и кого-нибудь убьет. Вы представьте, что у вас вылезли похороны в Москве. Во что они могут перерасти. Поэтому пока они этого боятся. Администрация президента, ты нас вообще не устраиваешь ни капли. Мы недовольны твоей работой. Президент, ты абсолютно старый и глупый. Прямо так, да? Я хочу сказать, я тебя презираю. Ты очень криминальный человек, ты сформировал криминальную систему в России. Я с ней не согласна. Я хочу другого правительства, абсолютно другого. Я хочу выбирать. Я хочу этот выбор иметь. Я его не имею. Вы узурпаторы. Я против вас. И я не боюсь абсолютно. Ты Путин вор. Пока. С 2009 по 2013 годы полицейскими, находящимися при исполнении своих обязанностей, было застрелено 1275 человек. А представитель полиции заявил, что за те же пять лет они потеряли 500 сотрудников. Ранее нельзя было применять огнестрельное оружие при большом скоплении людей, так как есть риск попадания случайных граждан. Теперь этот запрет снят, но стрелять на поражение можно только в случае крайней необходимости, если жизнь и здоровье окружающих под угрозой. По-прежнему на поражение нельзя стрелять в женщин, несовершеннолетних детей, а также лиц, имеющих признаки инвалидности, за исключением того, если они сами оказывают вооруженное сопротивление. пока мы находимся в пограничном состоянии и дать сейчас однозначный ответ, что будет в ближайшие 2-3 месяца, мы не можем. Через 2-3 месяца мы точно будем знать, удалось режиму сломать народ, удалось ли запугать, удалось ли подавить сопротивление и пойдут ли они дальше. Это мы будем с вами через 2-3 месяца знать точно, но сейчас совершенно однозначно, осознанно это они пытаются сделать. Они пытаются построить сейчас полицейскую диктатуру имени Владимира Владимировича Путина в современной России. Это новый виток ухудшения политической и общественной ситуации в стране. И мы должны это четко понимать и понимать, что прежние методы борьбы с режимом могут быть абсолютно исчерпаны и неэффективны. И нужно искать новые. Не обязательно погруженные, не обязательно радикальные. Вполне возможно могут быть акции гражданского непредновения и забастовки, и саботаж итальянский забастовки, как угодно. Но совершенно очевидно, что игра в выборы, игра в какие-то свободы, она становится практически невозможной. Она практически исключена от действующей власти. Московский выбор нам показал, что в стране растоптана полностью конституция и вообще все права и свободы человека. Власти нужен временной лаг. Либо у них получается этими методами запугать народ, либо не получается. И здесь кто кого. У кого быстрее кончится терпение, у кого быстрее кончится запас сил. режим сейчас. я хочу чтобы все понимали почему. спрашивают, а почему, 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 июля вдруг это началось. Но это даже не по-качину, а совершенно другие причины. Две причины, как вменю, ну, несколько причин. Первой причиной главной, власть потеряла поддержку реального большинства. Вот что бы мы ни говорили про Путина, что бы мы ни говорили, до этого времени большинство населения, там может быть менее образованная часть, менее продвинутая, менее информированная, менее, так сказать, более оболваненная телевидением, эта часть, большая часть поддерживала режим. Реально поддерживала. Это все кончилось. Большинство больше режим не поддерживает. И вот эти гибридные методы удержания власти, где-то административным фактором, где-то дискриминация, где-то кого-то подожгем снижем, где-то неправильно где-то подсчитаем, где-то выбросим, где-то сунем. Они больше не работают. Власть чистую проигрывает любые даже манипуляционные выборы. Они это поняли на Москве. Они проиграли чистую в дрызг, проиграли московский парламент, они там получили бы зубров, они там получили ярких политиков, которых там перевернули все в Москву поставили на уши. Там прошло 15-20 кандидатов, которые дали прикурить всей этой власти. Они поняли, это первый вопрос. Второй вопрос, почему они идут на эти методы. Не работает больше пропаганда. Не работает. Вот она работала, 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 все эти Соловьева, там все Киселева, все эти там как их там я даже фамилию сейчас не знаю этих еще кому-то там они вот эти всякие бабаяны и так далее. Работала пропаганда, перестала работать. Народ говорит, ну все ребята, задолбали свои Украины, задолбали свои Сирии. Вы скажите, что у нас с Саратови? А что у нас больница там где-нибудь в Воткинске какого-нибудь детского? А почему у нас люди умирают без лекарств? А почему у нас шестой год падают доходы? это нам скажите, чего нам парите мозги про Сирию, там проводить ваши победы там славное оружие над безоружным населением? Нам это уже неинтересно. И конечно в этих условиях там сидят тоже люди достаточно циничные. Что делать? Либо сдаваться, либо проводить реформу, уходить от власти, либо мочить недовольных и держись сколько сможешь, сколько хватит сил. Вот они и пошли сейчас по этому пути. Построение полицейской диктатуры, которая должна удерживать власть силовыми методами. Они не могут больше гибридами удерживать, они будут власть удерживать силовыми методами. В уголовном кодексе это называется захват и насильственное удержание власти в уголовном кодексе России. Ну и в мире такая статья это уголовное преступление. Вот собственно чем они сейчас смогут они без применения оружия запугать народ или смогут мы с вами не знаем. Вот мы сейчас с вами понимаем что там в шиите творится. Гвардия они отключают электричество целых поселков, отключают воду, они там блокируют станции, они там блокируют транспортные пути, но там какие-то мосты уже горят, уже партизанское движение послово и оно будет расширяться это совершенно очевидно, потому что там тоже народ нарастает конфликт между Москвой и регионами все деньги в Москву стянули при всем том, что там москвичи может и не жир веситься, москвичи живут значительно лучше. Это все понимают. Я не говорю, что москвичи они конечно недовольны режимами Путина нет поддержки в Москве, но тем не менее конфликт между регионами Москвы в полный рост, а на севере вы нам еще свой мусор везете. Да вы нас вообще и так уезжаете вот этим положением бедности, а вы еще хотите нам еще изменить нашу территорию засад от своих сытой жизни. Там еще ненависть идет. Поэтому я не думаю, что там все так просто кончится. Поэтому вот этот протест он будет все равно существовать. И если они не смогут его переломить без оружия, то мы с вами становимся перед дилеммой стрелять в народ или стрелять. Вот она прям сразу возникает. Через 2-3 месяца будет понятно все. Через 2-3 месяца будет понятно. С одной стороны вроде бы там есть силы, которые этим недовольны. Я знаю там даже фамилия, не буду называть, чтобы не вспомнить никого. Вот. Внутри власти. А с другой стороны как Бланш Путин отдался на веках. Ребята, мочите сейчас жестко, чтобы никому не повадно. За малейшее провинность, за малейшее неверное в прошлый сажайте, задерживайте и так далее. Сможете запугать? Ну, молодцы. Не сможете запугать, когда бы нас с вами не скинули и сбросили. И третий момент. Но, но. Последнее, что хочу сказать. Извините, что долго. Нет, нет. Чего они торопятся? Вот они вроде бы сейчас всех там замочили, задержали, посадили и так далее. Они потеряли гигантское свое, ну, не преимущество, а гигантское часть своего имиджа. Они полностью вышли за пределы морали и нравственности. Это вроде казалось бы химерно. Мораль, нравственность, политики, ничего подобного. Народ понимает, что эта власть преступен. Эта власть беспредельная. Эта власть произвол делают государственные политики. Эта власть не имеет права нам и командовать. Она не имеет права нам указывать, как нам жить. Она не имеет права учить нас в закон, потому что они сами этот закон попирает, так сказать, нагло, цинично, бесцеремонно. Она потеряла полностью моральное право указывать людям, как жить. Это огромные издержки. Они, может быть, сейчас не так видны и непонятны. Но это огромные издержки, которые с каждым днём будут бить по власти. Вот вы знаете, что сейчас в Москве не до комплекта полицейских кадров какой-то? Мне сегодня сказали. Пофантазируйте. 50% недостачек. 50%. Отток кадров идёт. Я понимаю, что вместо маломальски нормальных ребят не берут отморозков. Такая опасность есть. Я боюсь, что при определённых обстоятельствах, когда все эти меры сегодня принимаемые окажутся неэффективными, власть может. И там очень много есть людей, которые желали бы сейчас развязать бойну. Поэтому я боюсь, что при определённых ситуациях, когда власть всё-таки будет шататься, она будет только слабеть. Власть не будет усиливаться. Она будет слабеть. Она может быть более жестокой. Она может быть более веролобной. Она может развязать больше репрессий. Она всё равно будет слабеть. Внутренне она будет расслабевать. И вот в этих условиях я не исключаю, что то, что к Путину придут с предложением сказать слово «пли», это вот не ходи к гадалке, я думаю, что это вероятность этого заявления 90 с лишним процентов. Обязательно придут, скажут, Владимир Владимирович, надо стрелять, иначе мы все потеряем, и нас потом стреляют. Либо мы, либо нас. Вот как ему там, как говорят, поставили вопрос, либо мы проиграем Москву, проиграем Россию, либо давай команду, мы сейчас зачистим Москву и спасем Россию. Ну, по крайней мере, в политологических кругах распространяется такая информация. И вроде он сказал «давайте, зачищайте». Вот, поэтому к нему придут с таким предложением. Сто процентов. Ну, 99. Какое решение примет Путин? Очень высока вероятность, что он может согласиться с сыновиками, и тогда уже просто будет игра на выживание. Будет совершенно понятно, что все мосты сожжены, все пути к компромиссам, договоренностям отрезаны, и никакого способа, кроме как радикального, радикальной борьбы, может быть, даже вооруженной борьбы, вооруженной революции нет. Вот тогда-то все и начнется. Полыхнел. Я бы, конечно, очень не хотел дождаться такого момента, но очень надеюсь, что он все-таки не будет. Но здесь будет зависеть все-таки вот от этого вывершающего момента, скажет ли Путин при или не скажет. Пока я не могу однозначно вот утверждать, что он готов, ну, то, что он не готов это сказать, это да. Это я от многих слышал, царедворцев, не царедворцев, а людей, которые его знают, людей, которые вхожи, людей, которые знают тех, кто к нему вхожи. Это я знаю. Но вот насколько хватит его благоразумия, не сказать это короткое слово, не знаю. Не знаю, потому что чем дальше, тем они действуют более жестоко, они отрезают себе пути к компромиссам, они отрезают себе пути к договоренностям возможным. Вот я, опять-таки, скажу то, что от меня не ожидает. Сейчас с Путиным можем договориться. Вот даже сейчас, даже после московских событий, а потому что нет большой крови, вообще нет крови. Ну да, есть обиды, есть посадки, есть там разгромы, есть там несправедливость и так далее. Но в принципе, если все пойти путем там реформа, амнистия, можно договориться. После слова пыли уже договориться никто не сможет, не будет, и это абсолютно будет бессмысленно. Потом дальше уже пойдут другие процессы. Кстати, власть предполагает, власть предполагает такой вариант, сценарий, как один из вероятных. И они несколько лет назад, я вам говорю, как бывший зампредседатель комитета по безопасности Госдумы, была начата программа утилизации арсеналов огнестрельного оружия. Создано несколько производств, заводов, но не созданы они там были, на которых сейчас уничтожаются там накопленные миллионы, в Росток, автомат, в Калашнике у нас их там очень, по-моему, в 10 миллионах на складах хранилось. Я помню, там решался вопрос по отстрелу, нужно отстреливать, не отстреливать, армия стала на рога, как говорят, мы отстреляем 10 миллионов 500 тысяч этих автоматов, отстреливать их надо каждые там 5 лет, мы с ума сойдем. И тогда, я помню, мы приняли поправку в закон об оружии, чтобы они отстреливали автоматы, хранящиеся на складах длительного хранения, это больше 10 миллионов единиц, и я знаю, что эти автоматы, там по 500, по-моему, по 300, по 400, 500 тысяч в год уничтожаются, просто утилизируются. То есть, у нас предусматривают такую возможность, что надо уничтожить стрелковое оружие, чтобы оно не попало в руки. Но это, опять-таки, все не поможет. Ну, давайте так вот смотреть, реально. Сейчас оружие в мире, хоть чем хочешь есть. Китай выпускает огромное количество этих автоматов-калашников. Их немереное количество осталось на Украине, на Кавказе, да где угодно. Советский Союз там их производил миллионами тонн, эти автоматы-калашники, боеприпасы. Боеприпасы еще с 43-го года. Еще с 43-го года готовы боеприпасы. Я сам, будучи там в армии, стрелял этими патронами, прекрасно ложатся в мишени. 43-й год. Боеприпасы столько накоплено, что там на 10 воин. Поэтому вот ситуация, она такая, что, конечно, можно сказать слово «плин». Надо понимать, что оружия у населения много. У нас там вся Калмыкия вооружена, весь Кавказ вооружен, все юга вооружены. У всех там огромное количество, так сказать, там в Сибири, там на Дальнем Востоке. Ну ладно, там народу не так много. Но оружия очень много на руках, и сейчас. И сейчас. И если будет сказано словом «пли», то это может быть очень опасным словом. Развершится гражданская война. Продолжение следует.